Европа, страны Европейского Союза, были и остаются важными туристическими направлениями. И в последние годы число туристов постоянно растет. Каждый год ЕС посещает все большее число людей. С 2009 года по 2018 ежегодное количество визитов выросло с 10,2 миллиона до 16 миллионов человек. Где-то на 57%. Со 2 февраля этого года к тем, кто посещает страны шенгенского пространства по краткосрочным визам, применяются новые правила визового кодекса. Новые визовые правила позволяют в некоторой степени упростить процедуры подачи заявок на получение виз. Например, сейчас подавать заявку можно за 6 месяцев до предполагаемой поездки. По предыдущим правилам можно было подавать заявку не ранее, чем за 3 месяца до поездки. Кроме того, тем, кто путешествует часто, будет проще получать визы с более продолжительным сроком действия, многоразовые визы. Такие изменения также предусмотрены новой редакцией визового кодекса. В то же время визовый сбор вырос до 80 евро впервые с 2006 года. То есть визовый сбор не увеличивался на протяжении 13 лет, и нынешнее увеличение соответствует уровню инфляции. Хотя вступление в силу новых визовых правил никак не меняет условия, предусмотренных двусторонним соглашением ЕС и Беларуси об упрощении визового режима, которое устанавливает визовый сбор на уровне 35 евро. Как вы знаете, это двустороннее соглашение вместе с соглашением Реадмиссии было подписано 8 января этого года, чему мы очень рады. Но сейчас эти двусторонние соглашения еще проходят процедуру ратификации. И до того времени, пока двустороннее соглашение об упрощении визового режима не вступит в силу, визовый сбор для беларусов останется на уровне 80 евро. Мы упорно работаем над этим и надеемся, что уже через несколько месяцев соглашение об упрощении визового режима будет действовать. И с того момента величина визового сбора составит 35 евро. А пока мы попытались найти промежуточное решение на этот переходный период. И страны ЕС согласились применять при любой возможности в индивидуальных случаях гибкие подходы, например, в отношении детей, а также поездок журналистов, поездок в целях развития спортивного, внешнеполитического и других видов сотрудничества.